Битва за курс рубля ведется в правительстве России уже довольно давно. Если сначала стояла задача не дать сбыться прогнозу Байдена, что рубль будет по 200, то теперь ситуация вернулась ровно да наоборот. Не дать ему слишком сильно укрепиться. Байдену с его 200 рублями за доллар нос утерли, а вот удержать рубль на желаемой отметке не получается. Банк России уже снизил ставку с 20 до 9,5%. Рубль не ослаб, а продолжает плавно укрепляться. Для еще большего понижения процентной ставки созывают второе за месяц экстренное заседание Центробанка. Вот только получится ли ослабить рубль? Почему власти так мечтают о слабом рубле и почему ослабить его не удается? Своим мнением с накануни ТВ поделился экономист Михаил Делягин. Ну, во-первых, не очень понятно, зачем нужно ослаблять рубль, потому что ослабление рубля мешает только двум категориям людей. Во-первых, те, кто уложился в доллар, а во-вторых, мешает российским производителям, потому что когда импортируют не только то, что нам нужно, но и то, что мы пока производим, то это происходит убийство российских производств. Но в этом случае проблема решается введением пошлин импортных, даже наградительных пошлин, и это не является чем-то сложным. И я думаю, что необходимо вводить пошлины. Ослабление рубля не должно быть приоритетной задачей государства. Они пытаются ослабить рубль, потому что они не могут себе представить возможности активной политики государства, не могут себе представить возможности того, что они будут защищать российскую экономику от недобросовестной конкуренции импортными пошлинами, и они не могут себе представить жизни за эту рубль. Ну, хотя вот уже, де-факто, не существует уже очень много лет. Чем крепче рубль, тем меньше, вот это и в рублях, естественно. Но у Мельфина это выгодно, но у Мельфина не выгодно другое, потому что в бюджет поступает меньше денег от нефтиторговли. Он все собирается в валюте, и да, доходы сокращаются, и валюты, которые уже накоплены Мельфином после того, как ее у нас украли, их продолжают копить в евро в фондах, стервингов и иенах. Вот эта валюта, она, в общем-то, тоже обесценивается, им это не нравится, но поскольку в мае месяце у нас был бюджетный профицит, 654 миллиарда рублей, так что это не является какой-то серьезной проблемой, это является только административной и психической проблемой Мельфина. Пока не получается, потому что ослабление процентной ставки с 20 до 9,5%, оно курс в рубля не остановит. Понятно, что до нуля они ничего снижать не будут, потому что это требует, так сказать, активной государственной политики и стимулирования развития финансовой спекуляции. Поэтому они, наверное, снизят, но это не окажет значимого стимулирующего влияния на российскую экономику. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте!